Данный материал содержит элементы рекламы. Кругленькую сумму необходимо будет выложить для того, чтобы подготовить свое любимое чадо к 1 сентября. Ну и уже во всех районах Кишинева открылись школьные ярмарки. Я не знаю на самом деле, что в плане цен. Приятнее там обычно или напротив, как на всех ярмарках, которые мы посещаем. Честно скажу, я тоже не знаю, но тем не менее. Наша задача, что поделиться информацией. А дальше вы с этой информацией делаете, что хотите. Как сообщила столичная примария, жители города могут купить там школьные принадлежности, одежду, рюкзаки и другие товары для учеников. В общем, родители, держитесь, школьники тоже. Ну а мы прямо сейчас поделимся с вами порцией музыки с утра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22 августа. Международный день растительного молока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его используют как альтернативу натуральному при непереносимости лактозы. Или, например, в кулинарии. Или, например, люди, которые считают, что намного полезнее пить растительное молоко. Ну, я не думаю, что это намного полезнее, но есть какого-то количества населения есть действительно непереносимость. Или просто любопытство, что это за растительное молоко, зачем его пить и какой оно на вкус. Я перепробовала достаточно много видов. Я перепробовала кокосовое, миндальное, самые банальные. Миндальный, кстати, вкуснейший. Рисовая, да, но самым вкусным, мне показалось, все-таки нутовая и овсяная. Ну, че себе? Причем, что если вы выпьете кофе на нутовом молоке, вы еще и пообедаете. Ну, нут, он калорийный, в нем много жира, в нем белка достаточно, так что можно перекусить нутовым кофе, и вроде как относительно полезно. Ну, достаточно, часа на три вам хватит. Мне хватило, допустим. Ну, ты у нас воздухом питаешься. Да, мне точно не хватит, даже двух-трех порций. А ты попробуй. Да, ладно, о других событиях, связанных с сегодняшней датой, расскажем далее. 22 августа 1864 года в Женеве было подписано соглашение о создании международной общественной организации «Красный крест», которая была призвана заботиться о раненых солдатах воюющих стран. Конвенция, под которой поставили подписи представителей 16 государств, гарантировала неприкосновенность военных госпиталей и медицинского персонала. Основателем «Красного креста» стал швейцарский филантроп Анри-Жан Дюнан. В этот день в 1922 году в австрийском Зальцбурге открылся фестиваль театрального искусства. Первоначально он задумывался как смотр театральных достижений. Однако с годами главное место заняла музыка. На первых порах в репертуаре были сочинения австронемецких композиторов, однако позже стали исполняться произведения и других авторов. С 1960 года музыкальное мероприятие проходит в Большом фестивальном дворце. Сегодня Зальцбургский фестиваль – ежегодное летнее музыкальное представление, одно из наиболее известных в мире. В этот день отмечает день рождения Марат Башаров – российский актер театра и кино. Настоящая слава пришла к актеру после выхода в 2000 году популярного сериала «Граница. Таежный роман», где Башаров сыграл одну из главных ролей – лейтенанта Ивана Столбова. За свои актерские достижения Башаров в 2010-м стал лауреатом премии «Звезда театрала» в номинации «Звездный дождь». Впоследствии за высокое мастерство Марат получил почетное звание заслуженного артиста Татарстана в 2012 году. Эх, не знаешь ты, Стелла Аксенова, с кем ты рядом сидишь? С Битрием Спиваковым? Ну, это понятно. А дальше? А что ты обо мне знаешь? А я личность многогранная, интересная. И вот один из интересных фактов – ты же, например, не знала, что я чемпион мира по готовке из того, что осталось. Тьф, да тут я с тобой могу посоревноваться на самом деле, потому что я аж как хожу в магазин? Мне все надо, а потом оказывается, что в конце недели куча лишних продуктов, которые, ну, остались. Из лишних продуктов любой дурак приготовить может. А вот с того, что осталось позавчерашнего ужина или обеда… Это как каша из топора примерно? Конечно. Ага, вот оно как. Только каша из топора, она же готовилась, ты же сказку помнишь. Конечно. А тут ты открываешь холодильник, смотришь – так, и что из всего этого готовить? Ну, и как это сочетать, да, потому что иногда остаются продукты, которые, ну, совершенно между собой не сочетаются, либо сочетаются, но совершенно странным образом. И тут, на самом деле, надо вспомнить про рациональность. Да, и вот к слову про рациональность. Если вы из всего этого хотите себе что-то приготовить, но при этом банальные бутерброды – это скучно. Сырный салат. Такое блюдо придется по вкусу всем любителям мясных салатов. Сочетание авокадо, сыра фета, отварных яиц и свежих овощей под нежнейшим соусом никого не оставит равнодушным. Соедините все компоненты для соуса и тщательно перемешайте. Выложите на плоское блюдо крупно нарезанный салат. Рядами выложите измельченную ветчину, авокадо, яйца, фету и половинки черри. Перед подачей полейте салат соусом. Паста со сливочным соусом. Горячая аппетитная паста – это всегда выигрышный вариант обеда или ужина. А лингвини с зеленым горошком под сливочным соусом наверняка станут вашей новой кулинарной победой. Отварите пасту в большом количестве кипящей подсоленной воды. За три минуты до готовности добавьте зеленый горошек. Откиньте пасту с горошком на дуршлаг. Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте туда чеснок и готовьте одну минуту, постоянно помешивая. Добавьте сливочный сыр и перемешайте венчиком до однородности. Введите молоко, непрерывно помешивая смесь. Добавьте тертый сыр, ветчину и перемешайте. Соедините соус и пасту, приправьте солью и перцем и перемешайте. Подавайте блюдо горячим. И еще одно угощение – картофельные шарики. Рецепт такой закуски идеально подойдет для тех, у кого в холодильнике осталось вчерашнее картофельное пюре. Попробуйте! Вам обязательно понравятся шарики с кусочками пармезана и бекона. Обжарьте бекон на раскаленной сковороде. 4-6 минут. Выложите его на бумажное полотенце. Соедините пюре, сыр, лук и бекон. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте из массы небольшие шарики. Обмакните в предварительно взбитые яйца и обваляйте в сухарях. Обжаривайте шарики в течение 2-3 минут в раскаленном масле. Выложите на бумажное полотенце. Подавать блюдо горячим. Сделать любой образ более женственным на самом деле довольно просто. Но мужчины, это к вам обращение не к вам. Да, дорогие мужчины, не надо делать образ более женственным. Так вот, можно к женскому образу просто добавить корсет. И поверьте, мужики, особенно если правильный корсет, мужики будут проходить и оборачиваться. Или не проходить. Он сделает ваш силуэт стройнее. А еще его можно носить не только с брюками, с джинсами, но вписывать еще и в более необычные сочетания. А если его затягивать как в 18 веке, то голодный обморок вам практически гарантирован. В общем, обо всех этих вариантах поговорим далее. Самый женственный тренд сезона кажется сложным в стилизации и не для всех, что абсолютно не так. Будучи некогда предметом бельевого гардероба, в 20 веке он был предан анафеме первой волной феминизма, а затем возрожден в статусе символа новой сильной женственности. Сейчас, надев корсет в качестве элемента повседневной одежды, вы никого не удивите. Однако, чтобы выглядеть стильно, а не вульгарно, стоит помнить о нескольких правилах стилизации. Сам по себе корсет – вещь довольно откровенная, поэтому в образе его необходимо уравновесить. Этим летом в тренде комбо из корсетного топа и свободных джинсов на средней или низкой посадке. Дополнить образ можно кроссовками или туфлями на каблуках. Отлично подойдут и те, и другие. Более строгая и элегантная вариация этого же комбо – корсет и классические брюки. Они могут быть одного цвета, а могут создавать стильный контраст. Если вы хотите открыть ноги в юбке или шортах, на корсет сверху лучше накинуть оверсайз пиджак или рубашку, чтобы образ не выглядел слишком вызывающе. Кроме того, объемные крои и прямые линии пиджака только подчеркнут изысканность и чувственность корсета. Наивный и романтичный аутфит получится, если сочетать корсет с легким воздушным платьем. Такое наверняка есть в гардеробе каждой модницы. Чтобы образ получился трендовым, выбирайте корсет из грубого материала, например, из денима или кожи. Лучше, если он будет отличаться по цвету от платья. Если классический стайлинг корсета в духе диснеевских принцесс успел надоесть, можно сыграть на контрасте. Сочетание игривого верха с грубой юбкой сделает образ более дерзким и актуальным. Самый трендовый вариант – макси-карго, но также подойдут привычные длинные юбки из кожи, денима или ниглона. Мы уже как-то спорили с тобой один раз по поводу того, способны ли физические упражнения вернуть упругость к груди. Ты утверждал, что нет. Я до сих пор так считаю. Но все-таки нас уверяют, что да, это возможно. И так как каждая часть тела требует отдельных каких-то упражнений, на грудной отдел тоже свои имеются. Но при всем при этом упругость добавляет… Ну, то есть, с какой бы стороны ты подойти к этому вопросу? Ты никакими упражнениями молочную железу не сделаешь более большой или более упругой. Но попробовать всегда стоит, тем более, что специалисты нас все-таки скептиков уверяют, что это возможно. Вот мы этим комплексом с вами поделимся. Тут буквально несколько упражнений, которые надо выполнять 2-3 раза в неделю. А уж потом посмотрите, есть эффект от этого или нет. Усложненные отжимания от пола с широкой постановкой рук. Примите упор лежа с колен. В ладони поставьте шире плеч на уровне груди. Выпрямите и поднимите одну ногу, удерживая ее на весу. Отожмитесь 10 раз. Затем поменяйте ноги и сделайте еще 10 повторений. Пулловер. Лягте на спину. Ягодицы и лопатки плотно прижмите к полу. Руки выпрямите за головой. Удерживая гантели, на выдохе медленно поднимите руки на уровень груди. Сделайте паузу верхней точки и также медленно вернитесь в исходное положение на вдохе. Повторите 15 раз. Жим гантелей. Лягте на спину. Ноги согните в коленях. Стопы плотно прижмите к полу. Вытолкните ягодицы вверх. Согните руки в локтях под прямым углом, не отрывая трицепсы от пола. Глубоко вдохните. На выдохе выжмите гантели вверх. На вдохе опустите груз в исходное положение. Повторите 15 раз. Попеременные подъемы гантелей. Лягте на коврик. Ягодицы и лопатки плотно прижмите к полу. Одну руку положите вдоль тела, вторую вытяните за голову в противоположном направлении. Одновременно поднимите руки и поменяйте их положение на противоположное по траектории дуги. Повторите 20 раз. Повторите 20 раз. Выведение гантелей вверх в наклоне. Встаньте прямо. Держите спину прямой и прогиб в пояснице. Слегка подайте корпус вперед, а таз уведите назад. Руки с гантелями держите вдоль туловища. На выдохе сделайте одновременный мах гантелями снизу вверх и сведите руки вместе на уровне глаз. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Повторите 15 раз. Повторите 15 раз. Два-три раза в неделю и вы заметите, как форма груди становится более упругой и привлекательной. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Итак, слово про завтраки. Уж сколько раз твердили миру, что кушать надо по утрам. Я же говорю, какой-то поэт меня покусал, судя по всему. Да, в последнее время ты прям стихами говоришь и говоришь и говоришь. Нельзя поэтессом тебя кусать. Ты женат. Да, согласен. Ладно, к чему это мы? Мы это к тому, что как сделать завтрак небанальным и интересным и вкусным. Об этом расскажет Михаил Сурка. Да, 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 добро пожаловать, добро, добро. Всем привет. Если сегодня говорит про наш, конечно, завтрак, то я могу сказать сразу шалом. Да, дорогие друзья, сегодня у нас такое, я бы сказал, еврейское начало сегодняшнего завтрака. Объясню почему. Потому что у нас главный герой это вот этот вот замечательный бублик, который, я уверен, вы везде видели. И, может быть, не сразу на него обращали внимание или не брали его во внимание. Вот, называется он бейгл. И вы уже понимаете, бейгл звучит изначально на иврите. Да, и переводится очень просто. Это по-еврейски означает бублик. Так что вот сегодня бейгл будет нашим главным героем. И, конечно, на столе, как никогда, у нас сегодня очень много ингредиентов. То есть мы взяли и ветчину, нарезанную, как вы видите, кружочками, и бекончик, и сыр, и свежий огурец, и красный лук. На самом деле здесь вы можете фантазировать и можете взять, допустим, сыр тофу и лосося. То есть начинка абсолютно разная. Ну и, конечно, сегодня мы приготовим вот этих вот три замечательных бейгла. Нам для этого надо, конечно, для начала включить плиту. И у меня здесь две сковородки. Не для того, чтобы сейчас играть в какой-то определенный пинг-понг сам собой. Мы на одной сковородке просто будем делать сейчас яичную смесь. Это тоже такой, скажем, слой, такой пласт нашего сытного завтрака. А на другой мы будем как раз поджаривать. Поджаривать наши булочки, которые мы сейчас разделим пополам. Поэтому мы начнем уже сразу готовить это блюдо. И, честно вам скажу, пусть вам кто-то говорит, что бейгл – это популярное блюдо американцев на завтраке. Я вам скажу, что в Америке все получает, естественно, дальше свой какой-то расцвет. И очень быстро становится популярным за счет рынка. Экономика этой страны, естественно, позволяет сразу же допуляризировать огромное количество всевозможных бизнес-проектов или стартапов, да? Как сейчас говорят, красивым таким правильным словом. Так, нам сейчас очень важно аккуратно этот бейгл разрезать пополам. И это мы сейчас делаем прямо на ваших глазах. Вот. И история, на самом деле, очень интересная. Если сейчас по ту сторону у телевизионных экранов действительно есть настоящие евреи, то они знают, что у бейгла, помимо, так сказать, его вкусовых качеств, есть еще и религиозное значение. То есть именно этот бублик давали всем женщинам, которые рожали. Вот. И в том числе с яйцом вареным вкрутую давали на похоронах. Какая же у него история? Дело в том, что евреи исторически не могли создавать хлеб или притрагиваться к хлебу на территории сейчас вот Европы. И в начале 13 века князь разрешил евреям притрагиваться к хлебу. И тогда евреи стали готовить этот хлеб в больших количествах. Вот. И в том числе придумали вот этот бейгл. В чем его преимущество? В том, что его очень удобно, скажем, готовить и затем продавать. Да. То есть евреи бегали с этими как раз веревочками на шее и очень быстро продавали. Есть еще одна легенда, что подобное такое украшение было преподнесено польскому князю. Тоже, опять же, евреями. И поэтому он это очень полюбил. И вот в Польше это все получило развитие. То есть все корни, скажем так, популяризации именно этого еврейского бублика уходят почему-то в Польшу. Так что вот туда, дорогие друзья, и пишите письма. Так, я сейчас пока здесь обжариваю бейглы наши, которые уже разрезаны. И для того, чтобы нам создать красивую яичную такую вот основу, прослойку такую вкусную. Вот. Естественно, что мне нужно будет взять два яйца. Мы их просто сейчас перемешаем на ваших глазах. Вот. А вообще бублик, конечно, лакомство очень удобное. Почему? Потому что, ну, в свежем виде он, конечно, гораздо вкуснее, если вы его попробуете, когда он мягкий, с хрустящей корочкой. А вообще, как бы, естественно, эти бублики, они очень долгоживущие ингредиенты. Поэтому обычно бублики часто беру даже с собой в какие-нибудь поездки или там дорогу. Вот. Так, и что же у нас будет? То есть у нас будет, получается, сейчас чуть-чуть обжарится этот бейгл. Вы можете его подсушить в микроволновке, в духовке. Вы можете подсушить его, я не знаю, в тостере. То есть спокойно вот такая вот история помещается в тостер. И можете это все сделать именно там. Вот. Мы решили обжарить это все на сковороде. На мой взгляд, просто это достаточно удобно и достаточно быстро, чтобы оно чуть-чуть вот здесь вот начало румяниться и впитало вот это вот сливочное масло. Поэтому здесь это уже работает. Здесь я уже тоже чувствую тепло. И сюда на эту сковородочку мы добавляем наше масло растительное. Потому что нам очень важно, ну, с эстетической точки зрения, получить красивые кружочки. Да. А для того, чтобы получить красивые кружочки, я сейчас попытаюсь вот этот вот фокус-фокус вместе с вами сделать. То есть я на серединку выливаю сейчас нашу яичную массу и вот таким вот образом зафиксирую, чтобы там получился кружочек. На этом, как говорится, не останавливаемся. Наши поджаренные кусочки я буду кидать сюда. Я займусь нарезкой красного лука. У красного лука чуть-чуть больше вкусовых особенностей, в отличие от простого белого. Потому что мне кажется, что белый, он как будто более терпкий, да, то есть он более острый в этом плане. У красного лука помягче вкус. И, конечно, для свежести вашего настроения с утра мы еще и наслассируем огурец. Эта часть нам не нужна, поэтому мы тоненькими слайсами сейчас вот стараемся наслассировать огурец. Как меня очень многие шеф-повара учили, то есть у тебя должна быть лапа тигра. То есть вот таким вот образом вы ставите, и у вас, получается, нож скользит по косточке. И вы, во-первых, сами нежитесь, а во-вторых, у вас получается достаточно четкая геометрия нарезания вот таких вот тоненьких слайсов огурца. Так, я смотрю, что у нас здесь вроде как первая часть нормальненько так запекается. Я ее пока трогать не буду. Посмотрю, что у нас с нашими булочками. О, прямо как говорят, то, что доктор прописал. Отлично, потому что у нас дальше еще сюда будет, будем намазывать это все еще слоем соуса. Вот, опять же, соус это уже по вашему вкусу. Это может быть любой абсолютно. Любите цезарь, пастрее с чесноком, с горчичкой, просто сырный соус. Без вообще, как говорится, проблем. Дорезаем еще один этот бейгл и подсушиваем здесь же на остатках сливочного масла. Здесь, насколько я понимаю, уже должно получиться. Давайте посмотрим. Эта история у нас чуть-чуть пошла не туда. Так. Но мы попробуем все равно вытащить наш заветный кружочек отсюда, потому что именно он нам сейчас и нужен как отдельный красивый слой. И в принципе, и в принципе, он у нас таким слоем и пойдет. Вот. Я тогда предлагаю, дорогие друзья, и это яйцо тоже использовать для нашего бейгла. Не будем таким образом больше издеваться над продуктами. Так, и что у нас происходит? Посмотрите, чуть-чуть подсушенные бейглы есть. Можем даже смело их сейчас выкладывать на тарелку, потому что это все будет производиться именно здесь. Легким нажатием руки я плитку выключаю. И смотрите, что мы берем. Мы берем основы, они более плотные. Вот они, они такие. Берем, извините, но немножко майонеза по просьбе нашей команды. Сейчас такая команда. Я ему не бросил майонез, Михаил, что ты всех обманываешь? На самом деле здесь может быть любая такая вот начиночка. Но соус нужен, потому что мы подсушили. Если бы мы не подсушивали этот хлеб, то, наверное, могли бы обойтись и без соуса. Вот, сейчас же мы это быстренько все смажем. Хочется не сильно много майонеза с утра. Но, честно скажу, мне вот этот вот хлеб с майонезом, а тем более какие-то бублики, заходят. Не знаю, как вам. Как вам майонез на самом деле не такой прям страшный соус. Все зависит, на самом деле, мне кажется, от дозы, какую вы, как бы, собственно говоря, используете. Так, берем тогда, давайте, бекончик. Стелим на нижнюю часть. Быстренько, красиво, нарезанный, вкусный, сытный. Здесь, конечно, я понимаю, что, скорее всего, в исконно-еврейском блюде была рыбка. Но у нас будет бекончик. Так, берем сыр, просто чтобы он прям вот за края выходил. Тоже нарезанный. Сейчас мы вам все подадим. Завтрак, на самом деле, пятиминутный. А пока я все это продолжаю делать, одним нажатием пальца готовлю себе свой любимый кофе на технике Siemens, потому что Bosch Siemens – это отныне такая мощнейшая коллаборация двух гигантов. Теперь ищите в магазинах Bosch Siemens. Я уверен, что вы найдете огромное количество интересных предложений. Сюда как раз наши поджаренные яйца, как свежую такую вкусненькую начинку. Берем пару огурчиков, которые у нас есть, буквально по два слайса. Сейчас кофеечком этот завтрак залетит, как говорят у нас в студии, как дети в школу. Чуть-чуть буквально присыпем это все кольцами лука. По вкусу, дорогие друзья, по вкусу. Не настаиваю, чтобы все прям с утра ели лук. Но у этого лука, кстати, нету вот этого амбрея, нету этого шлейфа, ну, невкусного, да. Вот. Берем нашу колбаску, нарезанную кружочками, как раз самое то, для завтрака. То есть, сила в силе, просто энергия на энергии. И посмотрите, красиво это все. Прижимаем верхними оставшимися частями вот такой вот поджаренной на масле булочки. Я сейчас лишнее уберу, чтобы подать вам вот этот великолепный, посмотрите, классный, вкусный завтрак. Не терпится съесть. Надеюсь, вам тоже приятного аппетита. Мне вспомнилась фраза про то, что то ли хочется разнообразия до безобразия, то ли безобразия для разнообразия. О, какая интересная фраза, надо будет записать. Так вот, и к чему это? Я о том, что музыки, на самом деле, много никогда не бывает. И вот этого разнообразия хочется всегда. Я вас... Акум, я не фиарен, я нас... По сути, я не знаю, Минтилекте, тоже, ко想 cuántу, справку, но не PCs находиться, я взгляну. У нас в BS Cheese intersection, мы слышим, в сборную баку. Сос experience Hay個 смысл Я взгляда. Сос о예요 В вешал Субтитры создавал DimaTorzok 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 И делится тоже Субтитры создавал DimaTorzok в магазине Amazon книгу «Грибы Великобритании», руководство по сбору безопасных и съедобных грибов. В нее включены фотографии грибов, которые могут идентифицировать каждый из них. К сожалению, информация в книге была неточной. Как выяснилось позже, изображения грибов там сгенерированы искусственным интеллектом. Также в тексте есть несоответствия и случайные вопросы или утверждения, указывающие, что текст написан нейросетью. Например, в заключение, сморчки — это вкусные грибы, которые можно употреблять с августа до конца лета. Дайте мне знать, если я могу вам чем-то еще помочь. Уточнил пострадавший неудавшийся грибник. Примечательно, что после афиширования в СМИ ситуации с отравлением грибами, в Amazon попытались замять ситуацию. Площадка попросила семью вернуть книгу в обмен на скромную компенсацию. Китайские ученые предложили закидывать энергоресурсы с Луны на Землю. Луна обладает запасами гелия-3, способными обеспечить все государства электричеством на тысячи лет. Ученые предложили добывать его на Луне, а после размахивать капсулами с ними до достижения второй космической скорости и отпускать в сторону Земли. Создание магнитной пусковой установки на Луне позволит дешевле доставлять добытые ресурсы на Землю, экономя около 90% от объема нынешних расходов. С таким предложением выступили китайские ученые из Шанхайского института спутниковой инженерии. Принцип работы установки схож с процессом метания молота в легкой атлетике. Груз будут вращать с нарастающей скоростью, а затем отпустят в сторону Земли. Главная цель – извлечь и доставить гелий-3. Его признали более чистым, безопасным и эффективным топливом. Но на Земле содержится лишь около полутона гелия-3, тогда как лунный грунт хранит в себе 1 миллион тонн. Этого хватило бы, чтобы обеспечить весь мир электричеством более чем на одну тысячу лет. Исследователи предположили, что установку можно разместить на Луне к 2035 году. Бывший президент США и республиканский кандидат на грядущих выборах Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже «Брендированных Библий». Кто бы мог подумать, что книга книг может озолотить. Ну а известно об этом стало из последнего финансового отчета Трампа. Да и вообще, монетизирует он Библию со страшной силой. Например, книга с его фирменным знаком стоит 60 долларов, около тысячи леев. А эксклюзивный экземпляр с автографом Трампа можно приобрести за одну тысячу долларов. Это более 17 тысяч леев. В описании товара указано, что это единственная Библия, получившая одобрение экс-президента. Кроме того, от продажи своих личных записок под названием «Письма Трампу» он получил около 4,5 миллионов долларов. Как видите, они ценятся выше Библии. Данный материал содержит элементы рекламы. Данный материал содержит элементы рекламы. Не за горами День знаний, который в этом году, судя по всему, все-таки будет 2 сентября. Все школьницы от первоклассниц до будущих выпускниц будут выглядеть более праздничным. Но мало подобрать подходящую обувь, подходящий костюм, прическа для девочек всегда тоже крайне важна. И вот прямо сейчас мы предлагаем вам парочку интересных вариантов. Коса – неизменный атрибут классической женской прически. Некоторые вариации плетения не только практичны, но и смотрятся впечатляющие. Прическа-корзинка – хорошее подтверждение этому убеждению. В косу собирают все волосы, конструкция полностью или частично опоясывает голову. За основу плетения берется французская коса. Вариант необычен, создает романтичное настроение. Укладку выполняют из волос разной структуры. Густые, прямые пряди – оптимальный выбор. Тонкие, редкие волосы с помощью кругового плетения получают зрительный объем. Бьющиеся локоны слегка распрямляются, вытягиваются, лучше сохраняют форму. Итак, разделите волосы таким образом, чтобы на макушке появилась круглая зона. Завяжите эту прядь хвостик. Разделите волосы на темени на прямой пробор. Далее разделите хвост на несколько не слишком тонких прядей. Возьмите две небольшие пряди из правой части от пробора и начните заплетать косу с использованием прядки из хвоста. Продолжайте плетение, каждый раз добавляя в косу локоны из хвоста. Дойдя до затылка, закрепите полученную косу и повторите действие с другой стороны. Соедините обе косы на затылке и заплетите классическую косу. Прическа бант из волос завоевала популярность не так давно, но уже полюбилась многим. Даже такие звезды, как Пэрис Хилтон и Леди Гага, выходили с этой оригинальной прической в свет. Делать ее очень просто. Собираем волосы в хвост на макушке или в том месте, где вы хотите сделать бант из волос, и затягиваем его резинкой. Хвост должен хорошо держаться, ведь это будет основой нашего банта из волос. Чтобы волосы не выпадали из хвоста, не мойте голову непосредственно перед тем, как будете делать прическу. Лучше сделать это с вечера. Во время того, как делаете хвост, не протягивайте волосы до конца, а оставьте как бы петлю. Свободные волосы перекидываем вперед и закрепляем невидимкой. Он понадобится перед завершением прически. Волосы, которые образуют петлю, разделяем на две части. Части должны быть одинаковыми, только так бант из волос будет симметричным. Теперь берем свободный кончик волос и перекидываем его назад, разделяя наши петельки пополам. Важно сделать это аккуратно, только так бант будет выглядеть красиво. Закрепляем свободный кончик волос сзади банта. Не жалейте невидимок. Он должен прочно держаться, образуя середину бантика. Оставшийся кончик прячем под основание прически. И завершающий этап. Подправляем прическу и сбрызгиваем ее лаком для волос. И-помощники, понимающие естественно... И-и... И-помощники, это так прозвучало. Что за и-помощники? И-и-помощники, то есть искусственный интеллект. Испомощники на базе искусственного интеллекта. Ну да, так сокращенно и-и. Намного понятнее. Вот нашли о чем поспорить, тоже мне. Понимающие естественный язык, те самые и-и-помощники, как правило, отлично владеют английскими и неплохо справляются и с другими языками тоже. Но если вы один из миллионов людей, которые на лету переключаются с одного языка на другой, то они окажутся в тупике. Да, то есть 90% нашей страны могут поставить в тупик искусственный интеллект. Прекрасно. Я тут подумал, если и-и, это искусственный интеллект, то и-а, это что? Нет идей. Я пока тоже безмысленный. Если ты помнишь ослика и-а... А, вот ты о чем. Вот, то надо придумать какую-то... С другой стороны. Какую-то расшифровку этой аббревиатуры. Мне кажется, что если с искусственным интеллектом поговорить еще и на каком-то диалекте какого-то языка, то все, точно. Да, да. Однако новый помощник на базе искусственного интеллекта под названием Сильвия, как раз имя очень близкое к нашему региону, прекрасно понимает Spanenglish, то есть это смесь испанского и английского, например. И в будущем у него появится еще больше языковых сочетаний. Сильвия – это имя-приложение, которое появляется в левой части клавиатуры, так что вы просто нажимаете на него вместо значка диктовки и спокойно с ним общаетесь. Затем можно диктовать текст на смеси языков, и приложение напечатает то, что вы сказали. Сейчас оно поддерживает только испанский и английский, но вскоре появятся французский, румынский, украинский, немецкий и голландский. Для Молдовы, где на самом деле много молдоукраинских семей, русско-молдавских и так далее, сочетаний болгарско-молдавских, турецко-молдавских и так далее, вот это сочетание, конечно, будет новым. Да, будет очень любопытно. Ну, посмотрим, разовьются ли эти технологии до такой степени. А пока давайте не будем так далеко заглядывать в будущее, посмотрим на день сегодняшний. Каким он будет? Расскажем в астрологическом прогнозе. Овен. Вам предстоит насыщенный день, но все же никуда не спешите. Вы все успеете, если будете последовательны и хладнокровны. Расставьте приоритеты и действуйте по плану. Так у вас хватит времени и сил на все задуманное. Телец. Не берите на себя слишком многого, а сегодня легко переутомиться. Лучше всего выбрать время для отдыха. У некоторых тельцов появится шанс побывать в интересном месте и получить яркие впечатления. Это наполнит энергией и вдохновением. Близнецы. Будьте внимательны и не пропустите удачные моменты. Их окажется довольно много. Обстоятельства сложатся самым лучшим образом. Главное – успеть воспользоваться ситуацией. Тогда вы наверняка сможете изменить жизнь к лучшему. Слушайте подсказки интуиции. Она даст понять, что и как следует сделать. Рак. День благоприятен для общения, налаживания связей и поиска единомышленников. Смело выдвигайте оригинальные предложения и делитесь своими планами. Окружающие наверняка ими заинтересуются. Вероятно, любопытные знакомства, которые могут оказаться перспективными. Некоторые раки встретятся с теми людьми, о ком слышали много хорошего. Лев. Вам очень пригодится умение быстро переключаться, поскольку нужно будет справляться с несколькими делами одновременно. Соберитесь, призовите на помощь здравый смысл и профессиональное мастерство. Не отвлекайтесь по незначительным поводам и не ждите поддержки от окружающих. Она принесет больше суеты, чем пользы. Дева. Многое пойдет не по плану. Старайтесь отнестись к этому спокойно. Вы справитесь со всеми задачами, если будете держать себя в руках и сумеете подстроиться под ситуацию. Нередко придется принимать решения на ходу, но серьезных ошибок получится избежать, а мелкие недочеты вы сами обнаружите и исправите. Весы. С утра вы можете находиться не в лучшем расположении духа. Склонность принимать все близко к сердцу испортит вам настроение. Постарайтесь взять себя в руки и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Найдите приятное в ежедневных занятиях. Скорпион. Вероятно, неудачные совпадения, проблемы, которые не удастся решить сразу. Это может слегка выбить вас из колеи. Но не отчаивайтесь. Любые сложности окажутся временными, а перемены к лучшему наступят быстрее, чем вы ожидали. Стрелец. Даже мелкие досадные происшествия и недоразумения не заставят вас отказаться от задуманного. Ваше настроение останется ровным, а упорство и настойчивость позволят добиться успеха во всех начинаниях. Деловые переговоры пройдут удачно. Козерог. Не теряйте времени зря, ловите удачные моменты. В первой половине дня вам будет вести во всех начинаниях, поэтому стоит воспользоваться такой возможностью. Хорошо получится находить помощников, убеждать окружающих в своей правоте и заручаться их поддержкой. Водолей. Важно суметь верно расставить приоритеты с самого утра. Тогда получится не погрязнуть в мелких делах и не упустить самого важного. Постарайтесь как можно меньше отвлекаться, сфокусируйтесь на главных задачах. Советы более опытных знакомых наверняка окажутся полезными. Рыбы. Вас ждет особенно удачный день. В первой его половине предстоят встречи с интересными людьми. Вероятно, внезапные денежные поступления из неожиданных источников. Некоторым рыбам сделают любопытные предложения. Практически вытирая слезу, я говорю, что до осени совсем осталось ничего. А это повод провести ревизию наконец-то в гардеробе и обновить там цвета, что будет модным в сезоне 2024 осенним. Люди, которые называют себя трендсеттерами, они уже знают, какие цвета там будут модными. И первые модницы тоже начинают светить всякими этими новинками. Так вот, например, одним из модных цветов будет цвет бургунди. Ты знаешь, какой это? Примерно такой? Потемнее. Потемнее? В общем, давайте разбираться. Пожалуй, это самый главный цветовой фаворит на подиумах. Новый красный, но только более элегантный и аристократичный. Этот оттенок – комбинация красного, коричневого и фиолетового. Видный цвет очень актуален в этом сезоне. Такой примерно, такой оттенок уже был в моде, поэтому неожиданностью я это не назову. Да и вообще, в принципе, можно было предположить, что такие насыщенные цвета, винный, да, бургунди, горчичный, шоколадный оттенок – эти цвета актуальны. Чуть более приглушенный, но не менее эффектный его родственник – пыльный кедр, близкий к цвету розового вина. Или, как его еще называют дизайнеры, вишневый йогурт. Тут уж кому какие ассоциации ближе. Розовый, сиреневый с легким серым батоном – это точно что-то новенькое. Несмотря на кажущуюся сложность сочиненность, оба этих оттенка отлично сочетаются с другими цветами. Они шикарно между собой комбинируются. Коричневый, бежевый. Я хочу прям взять. Горчичный выделяется. Горчичный приходит на смену своему соседу по цветовому кругу – желтому, который был в тренде все лето. Так уж как вон, пикантный и яркий оттенок способен поднять настроение и добавить образу дерзости. Ну вот я пока еще не готова шерстяные, честно говоря. На самом деле здесь хлопок. Вот такая юбочка, вот прохладно стало на деле, да? Мне кажется, вообще прекрасно. Или мы можем, например, скомбинировать юбку с топом. То есть мы можем носить как топ вместе с юбкой, так и добавить сюда кардиган. Еще один теплый оттенок, который нельзя игнорировать этой осенью – коричневый. Дорогой цвет окрестили новым черным еще несколько сезонов назад. И покидать модный Олимп он точно пока не собирается. В тренде самые вкусные тона – горький шоколад и жженая карамель. Если с теорией разобрались, пора приступать к практике. К сожалению, бывает так, что даже самый модный цвет просто не идет. В этом случае у стилистов есть свой лайфхак. Еще один из актуальных оттенков – оливковый. Например, мне такой оливковый в портретной зоне не идет, потому что у меня больше в теплоту, средняя контрастность. Такой приглушенный оттенок мне не очень идет. А мне идет? Тебе – да. Почему? Потому что у тебя светлее глаза, у тебя черные волосы, у тебя больше контрастности. Поэтому твоя внешность выдерживает такое. Скажи, а вот если очень хочется такой цвет, что делать? Шикарный лайфхак. Во-первых, первое, что мы можем сделать – мы не надеваем этот цвет, который нам не подходит в портретную зону. То есть, например, если я бы взяла здесь брюки в таком оттенке, в портретной зоне у меня более теплая гамма горчичная, которая мне хорошо подходит, то есть у меня с лицом все в порядке. И при этом у меня в поясной зоне актуальный цвет. Но еще круче идея – это взять аксессуар в актуальном оттенке. Вот так мы меняемся и будет вообще. То есть мы с тобой меняемся, я беру сумку, которая, в принципе, никак не отражается на моей портретной зоне, а ты добавляешь себе жакет. Оливковый подходит не только брюнеткам, но и рыжим. Однако это не значит, что блондинкам он противопоказан. Стереотипы колористики решили разрушить Галина и Наталья. И определенно удачно. Обычно же, наоборот, блондинкам голубое надевают, а рыжих надевают в зеленое. Почему-то решила сегодня поменять. Я хотела этим показать, что, во-первых, посмотрите, как рыжим девушкам идет действительно голубой оттенок, все оттенки синего. Образ очень комфортный. Я в жизни крайне редко ношу голубой цвет. Я не ожидала, что мне будет так комфортно. Я буду чувствовать себя собой, потому что обычно у меня зеленые и красные оттенки, иногда черные. А вот голубой, мне кажется, я первый раз в жизни надела. Образ у меня очень стильный, элегантный. И зеленый цвет подчеркивает цвет моих глаз. Самый простой способ носить любой оттенок – монохром. Чуть сложнее – сочетать в одном образе сразу несколько тонов одного цвета. Здесь поиграли немного в растяжку цвета, в том числе. Расскажу, что это такое. Когда мы берем несколько оттенков одного цвета, как, к примеру, мы особенно это видим на Галле, то есть более темный такой оливковый жакет и уже более пастельная, более такая как будто бы разбеленная юбка. И у Наташи мы, соответственно, здесь видим какую игру. Мы взяли рубашку и из нее, опять же, вытянули один цвет в куртку, а другой цвет в юбку. Такой сероватый даже. Да, да. Кстати, грязно-голубой – один из тех компромиссных оттенков для тех, кто не любит слишком нежные тона. Еще более интересный прием – сочетание. Можно даже попробовать сразу все актуальные цвета сезона «Разум». Какой у нас интересный винегрет получился. Давай теперь правильно назовем все цвета. На Наташи мы видим образ такой пастельный с более мягким переходом по цветам. Это оливка и тот самый вишневый йогурт, более разбеленный. Вишневый йогурт. Да, вот так. Ну, а на Гале мы видим юбку в таком горчичном оттенке. И я ее вот так вот очень смело сочетаю с, знаешь, баклажановым. С шоколадным баклажаном. Да, да. Осталось добавить яркий акцент в макияж и эффектный образ готов. Например, помаду цвета «Бургунди». Как правило, такой цвет в макияже предпочитают брюнетки, шатенки. Однако этот цвет можно использовать абсолютно всем девушкам. Обращать внимание лишь на плотность нанесения помады, румян или теней. И на цветовую температуру оттенка. Допустим, есть бургундия более винные, а есть с добавлением коричневого оттенка. Сейчас самое время изучить все эти цветовые схемы и применить их на практике, чтобы встретить новый сезон во всеоружии и с осознанно купленными обновками. Ну а в нашей программе пришло время некоего разнообразия. И разнообразия нам уже привычного, а вам я не знаю. Разнообразия музыкального для того, чтобы настроение ваше сегодня немножко поднималось. Мод, нет проблем, нет парня, нет проблем. И я закрываю дверь, за дверью мы горим. Больше у меня нет проблем, нет парня, нет проблем. И я покидаю плен, не плакай, не болей. Мод. Нет проблем, нет парня, нет проблем. И я закрываю дверь, за дверью мы горим. Больше у меня нет проблем, нет парня, нет проблем. И я покидаю плен, не плакай, не болей. Нет проблем гулять до посинения Нет звуков, гудков, споров, нервов Чартер на Бали, в чартах на первом Каждый день, как дважды день рождения А ты где, мамыш? Прием, как смешно, фанера, париж Приемы заезжены, чисто кринч Даже отшили, но че стоишь? Ведь уже все потрачено Мы мы с тобой даже еще не начали Уже все потрачено Мы мы с тобой даже еще не начали Муд Нет проблем, нет парня, нет проблем И я закрываю дверь За дверью мой гарем Больше у меня нет проблем Нет парня, нет проблем И я покидаю плен Не плакай, не болей Муд Нет проблем, нет парня, нет проблем И я закрываю дверь За дверью мой гарем Больше у меня нет проблем Нет парня, нет проблем И я покидаю плен И пока не болей А мы на этом будем с вами прощаться И, как всегда, желать прекраснейшего дня Это утро с вами встречали Дмитрий Спиваков И Стелла Аксенова До встречи завтра Увидимся в пятницу Пока Данный материал содержит элементы рекламы Редактор субтитров А.Семкин